В этом видео я хочу поговорить, у нас сегодня в Германии пасха, ведь все ходят яйца и ищут. Я хочу провести некую такую аналогию и рассказать про то, почему не стоит класть все яйца в одну корзину. Смотрите, когда у вас только один источник дохода, неважно это там пассивный, это бизнес или это работа, это называется, что вы держите ваши яйца все в одной корзине. Вот корзина это ваша работа, и вот эти яички это все вот ваш же доход. И получается, что если что-то случится с вашей работой, вы допустим эту корзину возьмете и уроните, что случится с яйцами? Они разобьются. То же самое произойдет, когда вы зависите только от одного источника дохода. Если что-то произойдет с вами на работе, допустим вас уволят, вы накосячили, вас взяли и уволили, как изменится тогда жизнь? Вы же не сможете вести тот образ жизни, к которому вы привыкли, когда работали? Или же допустим у вас только один бизнес, один источник дохода, и бац, и все, больше перестало идти, бизнес больше не пошел. И что случилось? Вы потеряли источник дохода, вы потеряли, вы уронили вашу корзинку и разбили все ваши яйца. Так вот, что я хочу сказать. Это просто жизненно необходимо, жизненно необходимо иметь не один, а несколько источников дохода. И желательно, чтобы как минимум два или три было из них пассивно, чтобы вам не приходилось для этого постоянно что-то работать, что-то делать или что. Создал один раз, и потом пожинаешь плоды. Вот такая небольшая аналогия к пасхальной тематике. Как я говорил уже, в Германии все ходят ищут яйца. И вот такая аналогия с яйцами. То есть, когда у тебя только один источник дохода, одна корзинка полная яиц, когда ты сложил все яйца в одну корзинку, и вот эту корзинку, не дай бог, уронил, то яйца все ты расхренячил нафиг. И то же самое происходит с доходом. Когда ты зависишь от одного источника дохода, не дай бог что-то с ним, если происходит, ты попадаешь в попу. И вот чтобы такого не случилось, тебе нужно иметь как минимум два, а лучше три или пять источников дохода. Один основной, несколько дополнительных, или можно как бы три дополнительных. Кто на что гораст. И вот если тебе интересно, какие источники дохода можно создать, например, через интернет, которые можно поставить на автопилот и не париться потом постоянно. Сделал один раз, запустил машинку, колесико закрутилось, и денежка пошла, покапала. Вот если интересно такое, то переходи по моей ссылочке в биографии, там ты найдешь всю дополнительную информацию насчет того, как можно создать себе пассивный доход в Германии через интернет. Если тебе понравилось это видео, и оно было для тебя полезным, тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями, и подпишись на мой канал. И забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео, ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет, или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию, или прочли мою книгу «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с ней получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить. Рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так. Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей. Реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ильяпономаренко.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока.